В последнее время, когда растут цены на продукты первой необходимости, цены на горюче-смазочные материалы, коммунальные услуги, все труднее и труднее объяснять простому жителю Донбасса, почему и что сделано нашей политической силой для улучшения жизни. Какие приоритеты получит Донбасс от начавшихся реформ? Приведу несколько примеров за 2010 год. Дончане уплатили во все уровни бюджета 10,5 миллиардов гривен налогов. Из них сразу транзитом 7,8 миллиарда ушло в государственный бюджет. 495 миллионов ушло в областной бюджет. В городском бюджете осталось 2,2 миллиарда на развитие города. За такие показатели на 2011 год Минфин увеличил изъятие в госбюджет на 57 миллионов больше, чем в 2010 году. И сегодня изъятие в госбюджет на одного жителя города Донецка самое высокое в Украине. В течение года я обращался в кабинет министра, в министерство финансов, в Верховный совет. И никого это, к сожалению, на сегодняшний день не волнует. Помимо горьких пилюль, которые преподносятся и неизбежны при любой реформе, необходимо иногда преподносить какие-то сладкие пряники народу, для того, чтобы и вот часть вопросов налога на добавленную стоимость и снижение налогов в жилищно-коммунальном хозяйстве, это сегодня основной вопрос. Нельзя сегодня приравнять жилищно-коммунальное хозяйство к высокорентабельным уровням промышленности страны. А у нас все на одном уровне и все платят одинаково.